Друзья, сразу предупреждаю, что этот выпуск больше влоговый, чем обучающий, и местами даже где-то будет наполнен сарказмом, но на самом деле спасибо мы должны сказать этому компании Adobe Photoshop, которая сломила привычный для нас всех алгоритм. А с вами, как всегда, Серджио, друзья, ну, в общем, все по порядку. А вы помните, друзья, еще те времена, когда компания Adobe в качестве новой функции представляла, например, новые возможности пера для выделения объектов в программе Photoshop или тонирования средних участков в Lightroom и камеры RAW? Это ведь тоже было далеко не всегда. Это выглядело как волшебство и, безусловно, радовало, так как позволяло использовать новые функции, новые возможности для более быстрой и более комфортной работы в Photoshop. И, конечно же, для новых креативных возможностей. Потом мир перевернулся, и в нашу жизнь уверенным шагом зашли нейросети, и последние 2-3 года компания Adobe не переставала нас удивлять своими революционными и масштабными новинками. И уже обновление пера или внесение изменений в инструменты цветокоррекции стали выглядеть как-то смешно, что ли, даже немного наивно по сравнению с новыми функциями последнего времени. Так мы познакомились с искусственным интеллектом, и теперь уже вовсю используем умные маски в Lightroom и камеры RAW, убираем шумы, увеличиваем размер фотографий. А в Photoshop с удовольствием... или нет? Ну, или не совсем с удовольствием, используя нейросети, которые позволяют нам делать генеративную заливку, вырезать объект, удалять ненужные объекты. И все это осуществляется нажатием одной кнопки. С новыми возможностями Photoshop мы познакомились несколько месяцев назад в новой бета-версии. И в YouTube было множество обзоров. Было много хвалебных, в которых авторы пели дифирамбы компании Adobe. Это же будет бомба просто. Наверное, в надежде получить какую-то скидку или плюсик в карму. Ну, или просто кто-то не хочет высказывать свои критические мысли по непонятной мне причине. Я тоже делал обзор на новые возможности бета-версии, но старался быть объективным и показал, как сильные, так и слабые, и даже сырые, и недоработанные новые функции Photoshop. И так уж сложилось, что в сентябре или в октябре выходило новое обновление приложений компании Adobe. И мы уже ближе к концу уходящего года были вооружены, по сути дела, программами следующего года. Ну, то есть, другими словами. Сейчас у нас 2023 год, а мы уже стали обладателями Photoshop и Lightroom и, соответственно, камеры RAW 2024 года. Казалось бы, нас уже познакомили с новыми функциями, которые вышли несколько месяцев назад, и сейчас выходят новые программы от Adobe, это Lightroom и Photoshop с камерой RAW. Эти версии новые, они уже 2024 года, у них даже в названии стоит этот новый год, который еще не наступил. И как мы можем предположить, что там должно ведь быть что-то новое, правильно? Что-то новое, мы в этом уверены. Как оказалось, нет, и это вовсе не обязательно. Да даже на моем сайте обновлений выходит больше, и они выходят чаще, чем обновлений у компании Adobe. И хотели мы бы этого или нет, но, пожалуй, давайте по порядку. Посмотрим, какой сюрприз нам приготовила компания Adobe в программах Lightroom и камеры RAW. Для тех, кто не знает, функционал у этих двух приложений на 99,99% идентичен, так как Lightroom базируется на камеры RAW, и у них даже обновления выходят одновременно или почти одновременно. Итак, новые функции Lightroom и камеры RAW. Функция коррекции цвета в кривой RGB, как в самих настройках, так и в разделе маски. Но тут есть одно НО. И вот, друзья, мы с вами в кривых. Вот он, ползунок, который называется корректировка насыщенности. Он находится прямо под графиком кривой RGB. По умолчанию он установлен на 100%, и если мы с вами делаем его ноль, то мы практически никаких изменений не замечаем. Изменений практически не видно, и работает это только на кривой RGB. А вот там, где это на самом деле было бы необходимо, в цветных каналах, эту настройку не внедрили. А очень жаль, ведь для тех, кто экспериментирует с цветными каналами в кривых, такой инструмент был бы настоящим подспорьем и позволил бы получать дополнительные цветовые оттенки. Будь подобный инструмент в каждом канале. Функция зернистости в канале маски, а это уже поинтереснее. Давайте посмотрим подробнее. Переходим в маски, создаем маску неба, увеличиваем маску, снимаем наложение, видим шум, переходим в зерно. И если ко всей фотографии было применено зерно, то самое что интересное, друзья, у нас функция по умолчанию стоит ноль, но есть возможность как добавлять зерно, двигая вправо, так и уменьшать. И когда мы уменьшаем зерно, мы видим, как на самом деле наше небо становится более гладкое, более интересное. В режиме стиле пофиксили некоторые баги, при работе с цветом в панели HSL, при нажатии и удерживании кнопки Alt или кнопки Option на маке, мы можем видеть только цвет, с которым работаем. Остальные отображаются в градации серого. И теперь мы таким образом, например, можем видеть паразитные оттенки, но в принципе это можно было делать и раньше, просто подвигав ползунок влево-вправо. Ну и стандартное обновление, которое выходит каждый год, это добавили профили новых камер и новых объективов. И на этом, друзья, все, переходим в Photoshop. А вот в Photoshop и 24-го года, друзья, в принципе, все функции перекочевали просто банально из бета-версии в основную, со всеми своими достоинствами и недостатками. Поэтому, если хотите посмотреть, что нового в Photoshop и 24-го года, посмотрите любой обзор беты, например, мой по ссылке под видео. Ну, вот на этом пока и все. А, ну ладно, на самом деле есть некоторые отличия от бета-версии. Это для удаления объекта теперь появилась возможность выделения предмета по контуру. Раньше же приходилось закрашивать целиком. А в остальном мы имеем все то же самое, что и ранее видели в бета-версии Photoshop. Низкое разрешение при генерации, зачастую корявая работа нейронки при работе с изменением фона. И теперь вишенка на торт. Компания ДОП для работы в нейросетях хочет ввести купонную систему расчетов. И буквально за 50, 100, 500 генераций вы будете платить дополнительные деньги, помимо тех денег, которые вы тратите на подписку. По сути дела, заодно и то же срубить два раза бабло – это очень хитроумный план. Практически как большая глубина. Сон внутри сна? Два уровня? Не хотелось бы заканчивать этот обзор на пессимизме, поэтому будем надеяться, что с 10 по 12 октября на ежегодной конференции Adobe Max нас все-таки порадует чем-то, кроме того, что мы и так уже знаем и опробовали сотни раз. Ну и на этом, друзья, в общем-то, наверное, все. Всем желаю творческих высот, всех обнял. Ну и подпишись, напиши что-нибудь, поставь там лайк или дизлайк. Ну, в общем, как обычно. Срач в комментариях объявляется открытым. Спасибо, что были вместе со мной, помогли мне распечатать и установить новую буковку. Теперь, как видите, пазл сложился и все это соответствует логотипу канала. С вами, друзья, как всегда, был Серджио. Желаю нам всем больше новинок в следующем году. Субтитры сделал DimaTorzok